Перевозчик, который работает на муниципальных маршрутах, укомплектовывает водительский состав. Транспортная компания привлекла водителей из разных регионов. Под креплением озаботились еще осенью и сейчас уже трудятся 30 приезжих специалистов. Предпочтение отдавалось сотрудникам высшей категории. Перед выходом на линию предусмотрена стажировка, где водители узнают, как организовано движение в Самаре. Направили сюда, нужно было водительский коллектив на подмогу. Вот приехали, работаем пока, пока все устраивает, с коллективом нормально, на линии нормально все. И может быть, если в дальнейшем есть необходимость остаться, руководство предприятия, если нужны такие работники. Есть такой вот уже с домашними своими родными разговор, может даже с семьей переехать. Пока что меня Самара устраивает, больше привлекает меня, чем Перм. Багаудин Исаков приехал из Перми. Автобус Багаудин водит около 10 лет. За смену в Самаре он зарабатывает до 4000 рублей, в зависимости от графика. Перевозчик отмечает мастерство водителей, пополнивших коллектив и культура обслуживания пассажиров на высоком уровне. Водители очень дружелюбные, мы уже, кстати, получаем обратную связь. На 5-м Д ребята работают, бабушки очень любят их, говорят, здороваются, знают их в лицо уже. Ребята очень трудолюбивые, ответственные. То есть срывов выезда нет, с коллективом нашли общий язык, то есть влились очень хорошо. Для ускорения ремонтных работ на прошлой неделе прибыло 15 слесарей. В это время 40 машин требовали устранения поломок. За неделю автобусы починили. Вышло 40 единиц автобусов, которые должны были оперативно выйти из ремзоны. Это благодаря, в том числе, нашим коллегам, которые приехали из других регионов. Ситуация на линии порой переменчива. Выполнение первостепенных задач с наймом дополнительного персонала из других регионов продолжается. Подвижной состав стараются как можно быстрее привести в порядок и выпустить на линию. Сегодня, согласно данным городского департамента транспорта, на маршруты вышло 365 автобусов. Это немножко меньше, чем нужно. В общем-то, да, хотелось бы, чтобы работа, количество транспорта было увеличено. Особенно это касается маршрутов наиболее интенсивных, да, и мы знаем о них, мы знаем эти болевые точки. Это, скажем, маршрут 67-й. Это, например, маршруты 26-й, 66-й обслуживающий Куйбышский район, да. Это наблюдается определенная нехватка транспорта на 34-м, 41-м маршруте. Вопрос нехватки сотрудников стоит остро во всей транспортной отрасли, причем не только в Самаре. Сейчас на должность водителя самарский перевозчик готов устроить порядка 50 человек. Для тех, кто хочет работать, но не имеет прав категории D, автотранспортная компания за свой счет предоставляет возможность обучения в автошколе. Только приветствуется, если приходят опытные водители. Тех, кто работает долгие годы, ценят как наставников для молодых кадров. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Субтитры создавал DimaTorzok